Пожалуйста, не падай, господи! Показать? Вот, вот, вот. Раз, раз. Теперь все норма... Нормально? Все быть нормально, как вам. Видали? Это должен был быть такой, знаете, что-то типа цикла или просто серии, на которой я, в общем-то, и закончил. Причем я хотел развлекаться так, как у меня бы это вообще только могло получиться. Это третье видео на тему того, что архитектор якобы где-то что-то там строит. Как вы можете заметить, я придерживаюсь пока плана. Я не буду менять кликбейтную заставку. Я еще ни разу не построил в этой игре гор. Я специально не доводил до какого-то логического конца, это все. Это та самая игра, в которую ты не можешь зайти и сразу что-то построить. Я с этим всем бодался около недели, я не понимал как, чего, где строиться, но потом оказалось все более-менее легко. Однако же, однако же, не все так просто. Я захотел поставить моды. Я захотел поставить моды, так как эта игра не позволяет тебе строить дороги, как ты хочешь, строить дома, те, которые ты хочешь. Игра вообще не рассчитывает на то, что кто-то живет по другим понятиям, нежели строить какие-то здания вокруг дороги. Простите, вся Россия живет по-другому. Реклама Я еще упомянул несколько раз о нехватке моделей каких-нибудь красивых российских домиков. В нехватке не только они, на самом деле еще дороги, мосты, другие архитектурные элементы декора. Ввиду этого, если не рекламировать вам что-то связанное с геймдевом, то мне кажется, было бы адекватным вам посоветовать новый курс 3D-моделирования. 3D-моделирование в онлайн-экосистеме Geekbrains от Mail.ru Этот курс подойдет и новичкам, и другим специалистам диджитал-областей, но я бы обобщил тем, кто создает или хочет что-то создавать. Даже говоря о City Skylines, в комьюнити я увидел много авторов, которые намоделировали огромное количество зданий. Игроки им говорят «спасибо», даже такое, которое можно положить в карман. Курс насыщен как теорией, так и, конечно, практикой. Вы научитесь основам автокада, 3D-макса, короны, фотошопа, индизайна. Создадите 8 работ, от простеньких до сложных моделей. Получите набор навыков, работа с композицией, концептуальное моделирование и эффектная подача. Вы также получите и сертификат с гослицензией после окончания обучения. Хотя, я надеюсь, мы все учимся не просто ради бумажек, а ради реальных знаний. Знания легче всего получать, будучи уверенным в результате. А стать уверенным здесь помогут несколько ключевых преимуществ. У каждого студента будет свой личный наставник, А ваши работы, они не просто будут у вас на руках. Вам их помогут оформить востребованное портфолио. Но и главное, за что следует зацепиться. Они говорят, что помогут в трудоустройстве. А если этого не произойдет, ребята из Geekbrains смогут вернуть вам деньги. Скидка с 45% подписчикам канала. Так мне сказали, 45%. Если в тебя вдруг попала реклама, если тебе стало интересно, обязательно пройди по ссылке в описании и сам все перепроверь. Эта игра наделяет тебя функциями-функциями мэра. А мне бы все-таки хотелось здесь побыть, ну что ли, архитектором, главным архитектором города или градостроителем. Виды, образы, красота, сам Skyline, что все-таки присутствует в названии игры. Комфорт, а не просто экономика, развитие или расчет потоков. Избежание пробок. Я ожидал более такой архитектурный уклон. Я этого не получил, и мне пришлось ломать эту игру. Как правило, это самое сложное. Давайте сильно на этом не задерживаться. Райские долины. Окей, река. Туманные холмы. Река. Река. Поставил кучу модов. Вряд ли они работают с зимой. Что-то у меня куплено из DLC-шек, что-то нет. Даже смотря на эту картинку, я уже стараюсь моделировать хоть какой-то сценарий. Ну давайте семь озер. У вас открыто все. Уникальные сооружения, монументы. Давайте, да, начнем. Я разобрался в управлении, но однако что у меня бывают какие-то сложности. Я привык к архитектурным программам, а они немножко по-другому работают. Вон там виднеется, виднеется регион Марина. Я сначала пытался построить Марина, а потом попробовать с этим что-то сделать. Исправить, переделать. Я думаю, вот это как раз будет четвертая часть. Я не знаю. Так, продолжим. Купить. Купить. Туман немного раздражает. А попробуй на хардкоре, а что не получается? Ну ты не такой крутой геймер. Нет, ребят, я здесь за тем, чтобы построить ровно то, что мне хочется. Получается, да, да, я не совсем играю в игру. Но это единственная платформа, которая позволяет мне как-то развлечься. В том смысле, чтобы построить какой-то город. Раньше это был Сим-Сити. Четвертый, по-моему, тоже. Не было стилей городов. На чем я здесь, кстати, сгорел вообще. Я не говорю, что это плохо. Просто там их не было. Там было здание, ты его просто ставишь, натыкиваешь в разные стороны, ну и у тебя получается какой-то город. Ни по каким-то характеристикам, ни по чему-то еще. Я хотел, чтобы просто было... Просто было красивенько. Нам нужна точка отсчета. Нам нужен центр города. Если идти подальше от советского градостроительства, то точка отсчета у нас будет являться не какой-то предприятием. В первую очередь, вода. Логика такая немножко доиндустриального мира. Когда у нас были морские державы. Ну, вы помните, когда Шрек приплыл на Финский залив и такой говорит, вот здесь не хочу. Питер построить центр города. Где нам лучше всего обороняться от врагов? Вот здесь можно отсечь войска. В целе в кольцо разбили здесь врагов. Вот здесь, в принципе, это тоже возможно. И там, там у нас вся остальная Россия. Так, крепость. Крепость. Насколько я понял, в этой игре нельзя ничем вообще что-либо чертить, кроме как дорогу. Давайте вот дорогами что-то расчертим. Судя по дороге, здесь как-то... Здесь целый Кремль, даже пять Кремлев. Пять Кремлей. Пять Кремлев. Пять штук Кремля. Но здесь вряд ли, здесь вряд ли. Давайте, давайте вот отсюда. Отсюда мы будем развиваться. С этой точки. Вот, вот она. Вот я вам прямо сейчас ее мышкой показал. Мы рисуем, естественно, оси в первую очередь. У нас есть вариант либо сделать так. Квадратик, да. И в центре у нас бесхозная территория. Либо у нас есть вариант, чтобы ровно все территории были заняты. Одна церковь помещается. Хорошо. У меня есть куча-куча разного, разного интересного. Раз, два, и все. Понятно. Дома по три клетчика. Куда-то сюда это уведем. Мы рисуем. Сейчас вам... Зачем вы мне эту дугу делаете? Для чего? Скажите мне, пожалуйста. Да не надо! Тут такие вот штуки начинаются все время. Ничего ты с ними сделать не можешь. То есть он рисует по дуге. Я по дуге не хочу. Вот эта дорога мешает. Вот, уберу я ее. Теперь эта дорога мешает. Хорошо, давайте еще. Так, какая дорога-то мешает? Хотел разделить эту ячейку все-таки на 10 клеточек. Я знаю, это может быть неправильно. Я знаю, я знаю. Я совершил эту ошибку прямо сейчас, я вам говорю. Скорее всего, она мне аукнется потом. Я запечатлел этот момент. Мне очень нравится Кострома, и я ее и строю. Там есть такое смешное поверье, что приехала Екатерина, уронила веер, и после этого веера начали планировку города делать. В каком-то смысле это правда, но Екатерина уронила веер еще как минимум в 10 городах. Вы, наверное, думаете, я сейчас занимаюсь чем-то похожим на... Есть такое вот определение bird shit. Вы думаете, я занимаюсь bird shit-ом? Bird shit-ом? Короче, я этим не занимаюсь. Хорошо, такой вопрос. Русские города 18 века, регулярная екатерининская градостроительная сетка, архитектурные приемы трех лучей, которые относятся еще к градостроительству итальянских городов типа Рима. Все это как вообще? Воспринимается как bird shit в народе? Продолжу тот монолог. Мне казалось, это будет интересно. Три лучи это, если попроще, это классический градостроительный прием 17 века. Римская пьяца Дель Поппола, площадь, от которой расходятся три перспективы улицы, вот она вдохновила очень много кого. Так что это можно встретить во Франции, Вашингтон нашинкован подобным образом. В российских городах такое есть. Многие знают, остальные могут догадаться в каких или даже поискать эти трезубцы на разных картах ради интереса. Давайте посмотрим. И ничего не видно. Если этот правый луч на пролет выйдет к озеру, будет, мне кажется, очень красиво. Когда надо привязываться, он не привязывается. Он отказывается просто это делать. Мне еще деревья так раздражают. Вы посмотрите на эти кучи голубой текстуры, которые растравливаются. Вот что это? Хорошо, что это за конструктор? Чего занято? Какое место занято? Вот я черчу. А сейчас... Сейчас, значит, у него все в порядке, да? Кто-то мне в комментариях писал, что я други не люблю. Почему? Ну, хричу совков. Хотя под словом совок я не подразумеваю советских архитекторов, нормальных архитекторов. Подразумевая совок в худшем его проявлении, когда архитекторам не позволяли работать, когда архитектуре не позволяли быть. С каналами проблем не будет. Каналы сделаем. Я же это все сходу придумываю. У меня есть конкретная цель, до которой я, скорее всего, не дойду. Однако она есть. Идеальный российский, эм... русский город. С теми его чертами, которые я смогу вспомнить. И новыми, лучшими характеристиками. Что в таких городах мало кто видел, но которые вполне осуществимы. Например, регулярная квартальная застройка. Все еще представляющая из себя эффективную систему. Одну со вкраплениями изгибающихся улиц, которые подстраиваются под рельеф или якобы возникли давным-давно, сами собой, как-то в старых деревнях и городах происходило. Эскиз, эскиза, эскиза, эскиза готов. Не обязательно дороги будут идти именно так, не обязательно это будут дороги. Бульвар. Это может быть парк. Это может быть что угодно. Сетка координат для меня намечена. Я просто примерно теперь представляю, где у меня и куда, и что будет развиваться. Здесь у меня должен был размещаться центр города. Как, как, как играть в это? Давайте, давайте попробуем потратить деньги. Бабах! Назначить быстро район. Он невероятный, я его расширю. Это же все меняется. Это все можно менять. Нажимаем сюда. Выбираем мою тему. Ускоряем время и смотрим, что получилось. О, нет. Почти все дома одинаковые. Да, это неплохой. Красивый. Сильно раздражают вот эти одинаковые дома. Давайте стопнем это все. И избавимся от некоторых из них. Редительное повышение. Ну, конечно, да, конечно. Давай это все в американщину вводить. Я здесь поставил мод, который повышает уровень здания, но он не учитывает почему-то то, что я хотел бы его повысить в определенном стиле. Повышается уровень не этажности, а уровень благополучности, что ли. И вот получается так, что здание слетает, тема района, стиль слетает. Как я и предполагал, мы будем это все делать вручную. Больше всего меня раздражает забор. Зачем? Зачем? Ребят, мы обойдемся без заборов. Вурота. Ясно. Нет, в Мурке вообще никаких претензий. Он просто огромный молодец. Я не знаю, кто это, но это просто, видимо, креатор, который нафигачил приятную малоэтажную русскую застройку. В тысячу раз лучше. Дом сам по себе стоит. Никаких ворот у него нет. Вау! Так должно быть. Это какая-нибудь Карелия, Хангельская область. То есть я угадал с территорией. Да-да, все нуждаются в энергии, да. Причем-то фонарные столбы все равно работают. У меня игра вылетела. Черт! Выходит так, что в этот раз я играю по несколько дней. То есть один, два, три, четыре дня. И все это складываю воедино в один такой комплекс чего-то интересного. Включить смену дня и ночи. А я вот, я, знаете, я хочу отсюда начать. Я просто буду обращать внимание на самые интересные места. А дальше уже раскидывать все, что попало. Как пример, в этом районе, этой стране, я днями сидел, чтобы отыскать что-то достойное. И на данный момент я с полным пониманием вопроса могу сказать, не так-то много русской и российской архитектуры можно откопать. Я сознательно отказался и поудалял почти все, обобщимых одним словом, панельки. Вот уж панелек в Steam комьюнити до отвала. Это даже было бы чересчур легко. Явно не для меня. Мне-то уж надо, наоборот, выстрадать это все. Что касается Сталинок, они есть. Есть даже выбор. Спасибо двум мододелам. Хотя сталинские высотки, о которых можно было бы сразу подумать, буквально не одной. До революционной архитектуры России архитектуры не дальних городов, а именно глубинок. Правда, можно по пальцам пересчитать. Несмотря на то, что такой старой архитектуры в стране все еще достаточно. Это даже похоже на то, что мы все еще видим свою идентичность в Сталинках, в Хрущевках. А про остальную историю гражданских строений забываем, что все-таки грустно, но можно понять. Плюс еще, конечно, коробки делать проще. Господи, я прорабатываю каждый... Ну, то есть не прорабатываю, но мне интересен каждый уголочек здесь. Каждый квадратика. У меня, простите, сколько? Расставляю я одноэтажные и двухэтажные домики. Как я это знаю, как я это помню. Может быть, компактнее того, как раньше сотки раздавали. Все детство и юность меня отправляли на все лето в деревню. Как и многих из вас, мне кажется. Странно осознавать, что огромное количество домов с резными ставнями и карнизами сегодня — это типовые проекты СССР 50-х-60-х годов. Это башня в Зарайске. Та самая, что я вам показал в предыдущем видео. Обалдеть, что я ее здесь нашел. Дом советов. Пускай. Я не знаю, где здесь у нас восток. Я не знаю, куда следует размещать апсиду. Господи, как я заморачиваюсь, а? Тут мне, знаете, и не позволяет игра саморазмещать это как следует. Кто-то сделал церковь, но не учел, что церкви всегда размещаются в определенном направлении. Я это все сведу на то, что, типа, не я виноват. Так что, простите, я буду размещать где я хочу, как я хочу. Это же все, знаете, это все сон российского города. Потому что, будь это реально российский город, стоило бы ожидать здесь кучу... Ну, вот сейчас, например, давайте. Вот, вот. Стоило бы вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Тогда это было бы похоже. Не в этот раз. Стартуем. День номер два. Замечательно. Просто Daft Punk. Господи. Да, ну почему мы здесь пришли? Мне представлялось чем-то интересным попробовать что-то с каналами сделать. И я так до сих пор не понял, есть ли нормальные для них мосты. О, вот это мне как раз то, что нужно. Ну-ка. Вы это видите? Он сам подстраивается. Ничего себе. Он сам делает уклон. Вау. Я приятно удивлен. Дочек канал. Ну, вот это, походу, это оно есть, да? Канал я тоже искал долго и не нашел ничего достойного. Притом я находил всякие набережные. Но все время не попадало либо в масштаб, либо просто не мог разобраться, как это работает и чертится. Потому что стенка набережной, как правило, появлялась только с одной стороны дороги. Плюс почему-то не привязывалось все, как я хотел, и я получил, что получил. Я захотел провести минимум два канала. Отсечь самый центр города, подразумевая его некогда как крепость, наравне с Петропавловской. А сейчас ее, допустим, нету. Но есть ее останки. Остатки. Руины. Туда пришел уже современный город и район чудом уцелевшего индивидуального жилья. Исторических гражданских строений. Это все простая фантазия, чтобы вы не забыли. Питер. Строим Питер. Придется лезть опять в интернет, в Steam комьюнити и искать что-то адекватное. Не похоже на дорогу хотя бы для двух машин. С дорогами тоже ощутил дефицит. Я не нашел классных нодов, как их называют. Мостов. Мостов с кирпичными стойками или другими интересными опорами и небольшими пролетами. Не отыскал дорогу с сечением, трамвайный путь, проезжая часть, велополоса и тротуар. В общем, надеюсь, вы понимаете. Что-то еще не нашел, а времени уходило очень много. Какая у нас сейчас ситуация? Каналы я нашел какие-то. Проблема в том, что они голландские. Они красно-кирпичные. Они такие очень сильно узнаваемые. Я скажу, типа, ну это уже все. Это уже совсем не Россия. Не знаю даже, что на это ответить. Просто нет вообще больше ничего. Ничего нормального толкового. Мне приходится исхитряться. К хитростям мы приходим практически в каждой песочнице. Вот, типа, Петр Первый съездил в Голландию. Такой посмотрел, как там все. Привез к нам вот эти голландские каналы. Вот давайте мы будем именно так думать. Хотелось сделать такие каналы, которые хотя бы не будут отделять человека от воды. То есть, чтобы человек был близок к природе. Достаем канал вот отсюда. Он уже выбран. Чертим роуд анархии прямо под дорогой. Без этого обойтись было нельзя, да? Без такого скругления. Хоп! Неплохо. Неплохо. Я говорю себе каждый раз подчиниться игре, делать то, что она от меня, ну, более-менее хочет. Вот-вот, да. Слишком по... Ой, даже не по-голландски. По-итальянски уже получилось. Оставлю это позади, ведь впереди еще много дорог, у которых придется поменять типы или что-либо еще. О, господи, как же приятно. Я не знаю, чувствуете ли вы то же самое, я уже натерпелся всяких моментов, когда дороги не стыкуются. Но когда они стыкуются... О, это вершина удовольствия. Так, каналы потянули за собой снос милых Доминго, часть которых я, в общем-то, тоже долго расставлял. Все под нож. Отмечаю все пропавшие зоны и клеточки снова зелеными. Зеленые — это застройка малой плотности. Я как бы все еще пытаюсь именно играть в игру по правилам. Вот, например, каналы, как я думал, нужно обчертить вокруг пешеходными частями, чтобы появились клеточки, на которые я могу поставить дома. Да-да, я все еще не знал, что их можно ставить куда угодно с помощью модификации. Время позонировать. Папах. Теперь я закрашиваю зоны застройки высокой плотности. Что такое высокая плотность, я, конечно, сам для себя решил. Совершенно не подумав о том, что мне в дальнейшем готовила игра. Все, что будет в этой территории, мне кажется, можно было бы сделать малоэтажным. Не знаю, сейчас я нажму на пробел, и что получится. Какая-то жесть, мне кажется, вырастет. Блин, была-не была, я вот жму на пробел. И все равно игра оказалась несколько сложнее, учитывая, что уровни строений — это не этажность, а просто уровни от 1 до 5. В целом эти уровни были назначены как попало, и расти начало все как попало. Какое-то здание появилось, я даже не знаю, что здесь может вырасти. Ну правильно, идеально просто. Чего вы так растете-то по-дурацки? Нельзя вам ничего доверить. Вот хоть тебе хотя бы одно угловое здание выросло само по себе. А это два одинаковых здания. Мне выходит так, как я хочу. А че с дорогой произошло? А че с дорогой произошло? Она же не такая была. Все не то. Все не так. Все надо делать самому. От такого подхода, отзонировать и ждать, что вырастет, я отказался и пошел по длинному пути. Самое интересное и самая выматывающая часть этого приключения. Строить не просто село, а уже город. Именно город-город. Одно время я все еще не пользовался модификацией Finder. Я пользовался менеджером тем, вот таким вот окошком. Пока лежал, засыпал, решил влететь в Steam. Он и подписался на разных чуваков с желанием найти какую-то европейскую, восточноевропейскую застройку. Ну или хотя бы немецкую. В центре, конечно же, конечно же, у нас должны быть кучи церквей. Харьков, Украин. Поставим украинскую церковь. Я ничего против украинцев не имею. Если что, ее можно подвижить. Все. А, так это в Кремле стоит. Как ее? Архангельский собор. Если я угадал, я это не вырежу. Кемерово. Кемерово, просто Кемерово. Здание Кемерово. Давай здесь. Давай пока здесь. Ужасно. Уделил внимание опять-таки углам, чтобы потом быстро-быстро расставить или даже раскопировать ряды домов между ними. Хотя да, с какого-то момента я просто начал ставить все, что вижу, прям по списку. Алло? Алло? Так, нужно обеспечить тягу к знаниям. Олд Юниверсити. И вот сюда. На протяжении всего игрового процесса я то и дело выходил из игры в надежде что-либо найти, касаемо восточноевропейской архитектуры. Плюс искал модельки зданий на улице под 45 градусов. И меньше. Коих опять-таки оказалось безумно мало. Искал строения по названиям городов и находил крупицы. В итоге, если память мне не изменяет, город у меня выстраивается из набора тверских, нижегородских, московских, петербуржских, чешских, берлинских домов. Имея в виду двух-тире-пятиэтажные блокированные дома. Короче, как в Питере. Я, кстати, смотрел европейский стиль, который, кажется, дается в ДЛЦ-шке или... Или я не знаю, я не помню. В общем, у меня очень большая претензия. Ну, как бы, а что так мало? Я там модельку узкого домика по типу пригорода Бельгии нашел всего один. Ну, понятное дело, что можно менять цвета и так далее, но это мало. Это мало. Подождите-ка. И это ровно такой же дом, по идее. Че-то не... че-то... Че за шлюзы? Вашему вниманию представляю очередной волевый рывок составить какой-то работающий стиль и переложить работу на него, наконец. Чтобы он сам там что-то строил на территориях вокруг точки отсчета. Там я предполагаю продолжение двух-тире-пятиэтажек, деловой район, много коммерческой застройки. И чтобы все это заработало и пошло именно развитие, пришлось начать заниматься обеспечением их водой, отоплением, канализацией, вывозом мусора, всем необходимым. Я подозреваю, что без всего этого город сам себе расти и дальше не будет. Опять же, учитывая, что я не играл в эту игру, я располагаю канализацию, может быть, не совсем эффективно. Признаю. Между делом, кстати, поработаем над северным пейзажем. Все ко всему подключаем. Нам нужно электричество. Ветреных мест здесь мало, что определяется по темно-синим областям на карте. Атомную и всякую там другую энергию я развивать не хочу. Вот, кстати, ставлю ветряки на воду. Надо же, здесь такое есть. Веду лэп аж до самого центра, до ближайшего радиуса подключения. Ближе к ветрякам застройки у меня нет. Даже в игре отлично понимаешь, что в нормальных городах провода не разводят на столбы по всему городу, а убирают под землю. Нажимаем на пробелы и просто наблюдаем. Тот игровой процесс, который от меня и ждет игра. Давай, игра, не подведи. Да нет, конечно она меня подведет. И вот ты сидишь, наблюдаешь и понимаешь, что 80% из того, что вырастает, полная глупость. Просто 80% надо переделывать. Ах, да, ах, да, точно, точно. А я думаю, почему, почему дорогу надо в город провести? Я даже понятия не имею, как сюда добрались те три первых жильца. Один из них, наверное, это мэр, типа я. И два там помощника. Не-не-не, жена и ребенок. А в городе появилась жизнь. Пытаюсь сделать эту жизнь довольной. В том числе и себя. Пока не очень получается. Появились автомобили, появилась бесконтрольная парковка. Она мне глаза мозолит. Срочно меняю тип дорог. Причем именно тем, что попадается. Никакого плана развития велоинфраструктуры тут нет. Господа, эпохальный момент. Момент, который снял с меня оковы и этих бесконечных неравномерно распределяющихся клеточек, которые вокруг дорог. Я чуть-чуть научился пользоваться модификацией Move It. Сейчас заревили все те, кто мне в комментариях кричал про мод World Edit. В Майнкрафт я после видео практически не заходил, но у меня есть ощущение, что значимость этих двух модификаций в мире игр примерно равноценна. Здания двигаются и разворачиваются, как я захочу. Я все же мучился вопросом, работают ли они в игре, используют ли их NPC, если их поставить вне клеточек, которые мне предоставляет игра. Но я забил. Я забил. Я устал бороться. Я просто пустился в путь фантазий и красивых перетягиваний домов туда-сюда. Хотя, несмотря на все это, я все еще как придурок пользовался менеджером тем, чтобы доставать оттуда все мое Доминго. Да, я представляю, сколько литров крови из глаз я мог уронить у здешних прогеймеров. Но все-таки для меня было важно не как, а что я делаю. Я, конечно, не претендую на звание второго Карла Росси, тот был урбанистом. Но мне важно было следовать нескольким правилам. Компактность, малоэтажность, целостность и ни капли типовушек конца 20 века. Можете обратить внимание, получилось прям как Петр завещал, даже дождь пошел. Так, насчет высоток. Сталинки я не нашел. 90% стекляшек я на дух не переношу. А ничего, кроме перечисленного в истории архитектуры нашей страны, у нас нет. Что мне было ставить? Что? А ведь я хочу. Я хочу. Мне не нужен западный даунтаун. Лишь несколько доминан. Костел я потом переставлю, если что. На его место я поставлю Харьковский храм. К слову, у меня есть, может быть, непопулярное мнение по поводу Москва-сити. Скажу сразу, что я эти высотки не люблю. То, что под ними творится, этот дорожный ад внизу, о нем можно вообще умолчать. Ну вот композиционно сначала я это все люто ненавидел, а сейчас мне кажется, что такое вот нагромождение по меньшей мере интересно выглядит хотя бы с некоторых ракурсов. А чего только стоит башня эволюции? Очень натянута, но завихрение которой напоминает некоторые мотивы храма Василия Блаженова. Ох, жестко, да? Я эту башню нашел. А еще я нашел башню Рафаэля Виньоли, 432 парка Винью, Нью-Йорк. В сравнении вы только посмотрите, какая это высокая спичка. Она здесь, конечно, стоять не будет. Я продолжил, раздвинул кварталы, хотел сначала сделать бульвар, а получился еще один парк. Ну и бог с ним, я оставил. Продолжил менять дороги, под которые пришлось снова что-то подгонять. Для меня был важный район деревеньки сделать мега цивилизованным, что также является моей градостроительной мечтой. Да боже мой, мечтой простого человека, который хочет жить хорошо, опрятно, чисто. Для торговых рядов, которые я и так пытаюсь собрать из самых разных элементов, мне пришлось искать арку, которая хоть как-то говорит о том, что это может происходить в России. Каким-то чудом я нашел отдельно стоящую колокольню в наборе Нижнего Новгорода в Стиме. Да, был, кажется, такой человек, который собрал Нижний Новгород в Сити Скайлайнс, подозреваю, что частично, и все же спасибо ему большое. Такие-то колокольню с арочным проемом я и поставил, перед этим перепробовав разные странные. Поставил как парадный вход и въезд. Еще немножко, и Сухаревская башня получится. Углы у меня также получились довольно случайно. Смекалочка и первая попавшаяся арочка. Торговые галереи — это часть центральной площади в целом. Здесь я еще подрос как игрок и научился накладывать декали. Или как правильно это слово произносит. Я начал мастить площадь, перед этим попробовав много разных текстур. Границы мощения — это мое слабое место. Я не понял, как сделать все ровно, потому что присутствуют какие-то странные привязки по повороту и наложению. У меня все гуляло туда-сюда, поэтому на многих футажах я этого... Ну, я этого не покажу. Попробовал большими мазками застроить районы вокруг, откопировав уже набор моделек, которые я с любовью уже разместил в центре города. И в очередной раз сдался и наделал кучу районов со стилем, в надежде, что они сами вырастут более-менее. В общем, хватит с меня этого. Забавный факт. Я не знаю, я недавно путешествовал по Парижу, конечно, в гугл панораму. И я обратил внимание, там вот есть центр, в котором есть округа. И вот эти округа кто-то догадался назвать по спирали. Ну, я имею в виду. В центре первый округ, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, и так далее. Лерой Мерлен, набор сталинок, дом на ножках. Нет-нет, я уберу, просто должен был попробовать. Опять же, в стиме я встретил набор под названием New Russia. Ну, с такими высотками новую Россию не построить. Я в это верю. Я искал малоэтажные здания, хоть капельку похожие на районы Пика, застройщика Москвы. Глупо, я знаю. В конце концов, дома для условных новых современных районов Семиозерия я искал по тегам European Modern Residential House. Естественно, чаще всего я попадал на какие-то немецкие или скандинавские экземпляры. Не попробовать сделать общественный транспорт нельзя. Нельзя не заиграться и не сделать несколько кольцевых маршрутов. Вдобавок, хотелось привести в жизнь идею с трамвайчиком и аркой. Слово «попробовать» также хорошо подходит и к парковым зонам, и набережным. В общих чертах все последующие действия — это большая примерная зарисовка. Зарисовка деления районов, большой кольцевой объездной дороги, большой парковой охраняемой и запрещенной под застройку зоны. Для их наполнения я посмотрел ради интереса детской площадки. О да, что в реальной жизни, что в сообществе от адских радужных цветов ушли недалеко. Последней точкой строительства и развития города стал вокзал, к которому я протянул трамвай через весь зеленый парк. Разворотный круг прямо напротив здания. Сел и быстро доехал в центр на общественном транспорте. Или на велосипеде, кстати. Хочу заметить, я при возведении своего города использовал методологию нового урбанизма, а именно плавный переход от сельской местности до более урбанизированной. Не хочу сказать, что это было сделано специально, нет, это просто где-то на подкорке сидит. Я постарался избежать каких-то вот подобных моментов. Потому что чем резче переход от одного до другого, тем враждебнее и вреднее становятся обе, среды друг для друга. Нету симбиозов. О, замечательно. Я только научился раскрашивать здания. Круто. Самое время. Эм, да-да-да-да-да-да-да. Ну вот, кроме этого, казалось бы, все уже хорошо. Можно выходить на финишную прямую, поставить парочку шейдеров и подснять какие-то красивые кадры, высказывающие мою идею «да». Да, но. Вот еще одни грабли, на которые я наступил. Нельзя было нажимать на пробел. Нельзя. Есть здание, которое зовутся Гроубл. Если на таком здании не стоит галочка, что оно историческое, то нажав на пробел, город начнет развиваться, а жильцы начнут улучшать в кавычках свои здания. Уровень здания повышается, а его облик слетает. Вернуть его ты не можешь. Многое из того, что я наделал, попереломалось. Я просто не заметил, как это произошло. Этот час осознания, я был очень расстроен. А на пустых клеточках еще какие-то убожества выросли. Я не понимаю. Я просто отключу все эти клеточки и раскрашу их обратно, чтобы ничего не росло. О, к чертовой матери, я не знаю. И благослови того ангела в теле человека, который создал модификацию, что одним кликом делает исторический весь район сразу. Ну вот оно. Вот оно доказательство того, что игре нельзя давать контроль. Нельзя ни в коем случае. Автопилот все еще несовершенен. Боль. 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 Какие-то видовые точки, над которыми я много думал и работал, они пропали. Сохранения не осталось. И на опыте, кроме как заново эти зубы вставлять, нет. К сожалению, нет. Чтобы сильно не задерживаться, я хочу проговорить несколько идей вслух. Самая яркая из них — главная парковая зона со всеми возможными функциональными делениями. Лес, развлечения, места для проведения виртуального архстояния или древолюции. Ну, вероятно, границы большие, но, как я и сказал, это не финиш. Притом, есть идея соединить и закольцевать все набережные озер. Сделав так, что от одного озера до другого мы можем доехать или дойти, практически не соприкасаясь с каменными джунглями. Если мы прибываем в город по воде, то сначала наш маршрут идет вдоль ветряков. Через несколько парадных мостов мы входим в первую акваторию, откуда видим очертания города. Высотки, малоэтажные районы и даже стадион. Войдя уже во вторую акваторию, мы оказываемся ближе к центру города, но обнаруживаем себя в спокойном озере среди лесов, в котором есть маленький островок с одинокой церквушкой. Уже войдя в третью акваторию, мы имеем возможность сойти на берег в главном порту. Дальше наметки. Маршрутов. Трамвай фиолетовый, автобусы, электробусы красный цвет. Но вы можете ничего не говорить, это совсем примерный рисунок. Учитывая, что города еще нет, бог знает, что куда пойдет. Непосредственно в самой игре, более-менее основательно, я прочертил 3-4 трамвайных кольца, покрывающих несколько районов, и этот самый трамвай протащил от центра города до вокзала через лесопарк. Конечно, сильно разветвленная сеть велодорог, тем более по такой-то уж равнинной местности. И еще более крупный масштаб, здесь я фантазирую на тему того, какие кварталы в центре на что больше ориентированы. Если вы думали, что я вас оставлю без картинки, то нет, нет, конечно нет. Но показывать что-то конкретное оказалось тяжелее, чем раньше. Ввиду того, что есть много недоделанных областей. Не знаю, чем я думал, когда решил, что я смогу сочинить весь город, еще и с красивыми визуалками, относительно быстро. Буквально каждый метр здесь заслуживает проработки, и многие места показывать просто бессмысленно. Я постарался найти виды, которые лишь раскрывают задумку. Будьте мне силы и свободное, окупаемое время. Я бы попробовал сам смоделировать дома. От избушек до небоскребов. Причем не только существующих, но и каких-нибудь авторских. Идей у меня много. Если бы я доделал все до конца, прям вот 99%, то вот эта высотка могла бы выглядеть вот так, например. Каменная башня с налетом национальной архитектуры. Другие могут, а мы нет, разве? Я бы понаделал больше разных дорог, свой дизайн трамвая, в конце концов, новых российских домов, облик которых не грубо повторяет европейские аналоги, а основывается на климатических особенностях территории и национальном стиле. Если быть честным, то я нормально не подумал о том, что все как следует хотя бы перекрасить. В частности, попробовать привести торговые ряды к одной цветовой гамме. Убрать кислотные цвета, где можно. Когда я вам говорил о Трелучии, я говорил именно об этом. В реальной жизни это смотрится в разы эффектнее. С другой стороны, в некоторых городах к таким точкам схода, чтобы увидеть это, вовсе не пускают. Вряд ли пускают в Адмиралтейство Петербурга. Судя по всему, я буду продолжать играть. Доводить этот город до пригодного для жизни. Нормальный общественный транспорт обеспечить, автобусные маршруты. Буду куда-нибудь выкладывать скриншоты. В Твиттер, например, или Патреон. Хотя не знаю, насколько это Патреону интересно. Кстати, подписывайтесь на эти мои обе соцсети. Не то, чтобы я там много болтаю, но я пытаюсь, я пытаюсь менять ситуацию. Сон российского города. Местами обрывочный. Местами очень ясный. И, ого-го-го, я не видел в нем ни одной панельки. Я видел в нем именно то, что больше них достойно нашего внимания. Спасибо большое, что посмотрели мое видео. Ставьте лайки, дизлайки. Также, по желанию, напишите мне комментарии. Я их читаю, для меня это важно. А также спасибо большое всем тем ребятам, кто помогает мне держаться на плаву, делает мою жизнь немного легче посредством того, чтобы прислать какую-то финансовую помощь. Я также очень сильно обнимаю и благодарю всех моих ребят с Патреона. Вы замечательные. Я даже не знаю, может быть, сделать какой-то чатик для нашего комьюнити. Я просто не вижу там какой-то особо серьезной активности. Ну и я ее, конечно, не добавляю. Стоит признать. Поэтому я спрашиваю здесь. Вы напишите, если что. Да вообще, пишите кто угодно, на Патреоне вы или нет. Прочитаю в любом случае. И что ж. Я думаю, пора сделать большой игровой перерыв. Да, а то, что это вы? Ну, в самом-то деле, хватит уже. Небудь привыкли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!